Всем привет, друзья! С вами Михаил, игра Mobile Legends Adventure. Сегодня в видео, друзья, хочу поделиться своим альтернативным мнением по поводу трат алмазов в игре. Надеюсь, оно вам будет полезным. Если да и понравится, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, оставляйте вопросы в комментариях. Это самая лучшая поддержка, друзья. Итак, друзья, обычно в видео в YouTube вы можете много найти подобных роликов по поводу трат алмазов. Ребята предлагают, заходят в магазин и показывают, на какие материалы и по каким скидкам лучше всего тратить алмазы. Пробегаются по магазинам и рассказывают, куда лучше всего их вкидывать, друзья. Я предлагаю альтернативное мнение. Я так играю уже с самого начала. Себе выбрал такую тактику и она заключается, друзья, в следующем. Я почти не трачу алмазы. Да, не удивляйтесь, не трачу алмазы. Я их коплю от призыва до призыва на нового персонажа. За один раз, конечно, точнее за промежуток между новыми персонажами не получается, конечно, это все набрать. Но если делать перерыв одного персонажа выхода, вполне достаточно, чтобы накопить. Вот, к примеру, у нас вышел новый гибрид. Я накопил 130 тысяч. И тут у нас еще 34 дня. Я, естественно, 350 добью. И очень быстро нового персонажа смогу вывести в так называемую вторую пробуду. Я также, друзья, не могу сказать, что я прям совсем алмазы не трачу. Я их трачу, друзья, таверна. Например, когда попадается здесь у нас бродячей торговицей какая-нибудь скидка на итемки для карт, прокачки карт и кубы по 20% скидке и выше, тогда я покупаю, друзья. Точно так же, где у нас в лабиринте гоблин торговец, тоже здесь скидка бывает 20% тоже я выкупаю. И тот же разноцветный мираж, когда там скидка 20% и выше. Иногда, друзья, иногда тоже выкупаю священную клятву, если, опять же, больше 20% скидка. В общем, такая тактика, друзья. Теперь единственный вопрос остается, рабочая она или нет. Часто на стримах я встречал мнение, что все-таки надо выкупать те же материалы на прокачку Nexus. Но судить вам, друзья, по каким показателям, друзья, я предлагаю оценить. За 530, по-моему, шестой у меня сегодня день игры. Изначально я эту тактику себе выбрал. И вот все эти дни на этом аккаунте я играю по этой тактике. Вы по видео сами можете посмотреть. Я делаю очень большие призывы, когда выходят новые персонажи. Итак, за все это время у меня получилось дойти до 63 глава, 26 точка. Это мы буквально вчера закрыли. По башне Вавилона, друзья, 1251. И насколько я вижу, насколько я вижу по рейтингу, я 14. Это довольно-таки для фритуплейного игрока, как по мне, вполне себе вариант. Башни, фракционки. Вы тоже видите стихия. Стихия самая пройденная. Вообще на девятом месте. Сейчас гибрид новый. Острее на шасси провышло. Тоже начинаю подтягивать башню света и мрака. В общем, как по мне, вполне себе результат неплохой. Башни хаоса порядка, понятно. Элитные фракции потяжелее проходятся. Но, тем не менее, восьмое место тоже для фритуплейного игрока. Ну, буквально чуть-чуть осталось. И можно будет Роко подвинуть. Шутка. Или Янбу. Это наши топчики. Топчики на сервере. По арене, друзья, вообще много раз говорил и продолжаю говорить. Пвп-контент мне не сильно интересен. Я там только выполняю ежедневные и еженедельные задания. Но, тем не менее, как вы можете сами посмотреть, 27 место. Вполне себе, как по мне, нормальный результат. Даже вот, друзья, очень многие от меня просто убиваются. Просто убиваются. По зову рассвета в платине. Это у нас второй средний уровень. Тоже в основном убиваются об меня. Я делаю одну атаку. Намного легче, конечно, было первый уровень. На высший я, наверное, не полезу. Потому что здесь тоже довольно-таки тяжелый. И путь славы, друзья. Первый раз за время игры даже в мастера попал. В последний день человек 5-6 за 2 часа до конца просто убились об меня и я залетел. А так я где-то 9500, где-то так у меня было на последний день. В общем, друзья, такие результаты. Моя тактика по тратам или не тратам алмазов позволила добиться. Опять же, друзья, вам судить. Мое дело предложить вам альтернативу. А вы уже решайте для себя играть так или нет. Главное, играйте в свое удовольствие. Всем хорошего настроения. Мирного неба над головой, друзья. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok